Добрый день, меня зовут Елена Тачинская, я являюсь консультантом магазина здоровья и долголетия Garbusov.org И сегодня мы поговорим о печени, а именно про жировой гипотоз, о продуктах, которые помогут уменьшить жир в печени и разберем нашу линейку препаратов Печень, просто удивительный орган, по весу он занимает полтора килограмма и выполняет более 500 различных функций Это и иммунная, и дезинтоксикация, она способна выводить все токсины и шлаки Она участвует в синтезе гормонов, участвует в обмене веществ и просто бесчисленное количество функций можно еще перечислять И при этом, несмотря на все ее функции, даже при поражении 80-90% человек может прекрасно существовать и не чувствовать каких-то симптомов заболеваний печени Порой, чтобы понять, что с нашей печенью что-то не так, недостаточно даже анализов Но есть несколько симптомов, которые могут заподозрить, что все-таки печень надо проверить В первую очередь, это желтушность кожных покровов, либо склер Это может быть сухость кожи, привкус горечи во рту, неприятный запах изо рта, боль или тяжесть в правом подреберье Если вы нашли хотя бы один из симптомов у себя, то все-таки за печенью лучше следить и дополнительно обследовать ее Что же провоцирует заболевание нашей печени? В первую очередь, это, конечно же, алкоголь и наше неправильное питание Прием многих лекарственных препаратов негативно сказывается на печени Что всегда меня удивляло, что прием препаратов, которые призваны снижать уровень холестерина А это статины, будь это аторвостатин, розовостатин и многие другие препараты этой группы Пагубно влияют на нашу печень Хотя печень непосредственно влияет на уровень холестерина И получается замкнутый круг Поэтому, в принципе, многие врачи не спешат прибегать к статинам Потому что знают, что здесь будет страдать печень Воспалительные процессы, они могут быть в бактериальной, либо вирусной теологией Тоже будут вызывать любые заболевания печени И отложение жира как раз-таки По-другому еще называют жировой гепатоз Это одно из самых распространенных заболеваний печени Которое может приводить их к циррозу Жировой гепатоз встречается примерно у одного из четверых человек Существует жировая болезнь печени И существует алкогольная жировая болезнь печени По сути, это одно и то же заболевание, но вызванное разными причинами Итак, что же такое жировая болезнь? Жировая болезнь, как я уже говорила выше Это откладывание жира в клетках печени Со временем происходит то, что жир, можно сказать, заменяет клетки печени А именно гепатозиты И у нас становится просто жирная печень Которая, в конце концов, не способна справиться со своими функциями Существует несколько стадий развития жирового гепатоза Это первая, когда жировые клетки начинают только появляться в печени Образуется стеатоз Вторая, когда уже повышается процент жира в печени И эта стадия называется стеатогепатит И уже третья, когда клетки печени заменяются соединительной тканью И образуется цирроз в печени К сожалению, часто после цирроза уже наступает летальный исход Очень сложно печень лечить, очень сложно убирать из нее жир Но это делать необходимо И здесь, помимо лекарственных средств, существуют еще многие продукты Которые помогут все-таки уменьшить количество жира в клетках печени О них мы сейчас и поговорим Но прежде чем перейти к продуктам, которые помогут уменьшить жир в печени Хочется напомнить, что же в первую очередь нельзя ни в коем случае принимать При любых повреждениях в печени Да и в целом, если вы хотите сохранить свою печень здоровой Это, конечно, алкоголь Каждый раз, когда вы употребляете алкоголь Ваша печень испытывает на себе удар И повреждаются клетки, которые сложно восстанавливаются Многие люди думают, что так как печень орган самовосстанавливающийся Она способна к регенерации Что это очень легко и просто Тут вы глубоко ошибаетесь Чтобы печень восстановилась, порой требуется до 3 лет Поэтому никакая диета в течение 2 недели, даже месяца вам не поможет Это довольно длительный период Поэтому алкоголь это первое, что надо исключить Следующее это фруктоза Тоже удивительно, потому что фруктоза имеет низкий гликемический индекс А инсулинорезистентность и заболевания печени очень взаимосвязаны Многие диетологи наоборот рекомендуют фруктозу Особенно при сахарном диабете вместо глюкозы Но глюкозу использует весь наш организм, все наши клетки для потребления энергии А вот фруктозой могут работать только клетки печени И при избыточном потреблении фруктозы в нашем организме Она способна откладываться в виде жира именно как раз таки в печени Поэтому большое потребление фруктозы, фруктов Очень может негативно сказываться на печени Да и в целом все сахаросодержащие, это сахар, углеводы Все, что поднимает инсулин Будет откладываться в виде жира на нашей печени Не жиры, как многие думают, что удивительно Наоборот, потребление некоторых жиров способствует Снижению уровня сахара в крови и снижению жира в печени Поэтому некоторые жиры даже наоборот назначают Сюда еще можно отнести к тому, что нельзя Это газированные напитки По данным ВОЗ, норма сахара, которую должен употреблять человек в сутки Это 25 грамм Если взять, например, бутылку Кока-Колы 0,33 мл То там в одной бутылке содержится 35 грамм Что уже больше суточной нормы Соответственно, если вы выпили одну такую бутылку Кока-Колы в день То вы больше вообще не должны принимать сахара А у нас, к сожалению, сахар содержится во многих вещах Вы просто не сможете его исключить полностью из своего рациона Если говорить про то, что еще нельзя Это, конечно же, жареные, очень жирные продукты Которые аж покрываются корочкой, что жир течет Это тоже будет негативно сказываться на нашей печени Но какие же продукты будут для нее полезны Все, что как раз-таки в больших количествах мы не очень любим есть Можно сказать, что невкусно на вкус Это же, конечно, зелень Свекла будет очень полезна для нашей печени При этом и для кишечника В свекле очень много клетчатки И несмотря даже на длительный процесс варки Эта клетчатка в ней сохраняется Как и полезные вещества Для нашей печени очень полезны натуральные полиненасыщенные жирные кислоты А именно омега-3 Они содержатся в большом количестве в красных сортах рыбы Это лосось в первую очередь И в целом омега-3 очень важна для организма Потому что она способна снизить воспалительный процесс А как мы говорили уже при заболеваниях печени Очень часто все-таки сопровождается именно воспалительным процессом Поэтому омега-3 мы потребление повышаем А вот омега-6 мы понижаем Омега-6 у нас много содержится, кстати, в подсолнечном масле Поэтому подсолнечное масло желательно все-таки заменять на оливковое Которое, кстати, очень важно принимать при заболеваниях печени Но убедитесь, что оливковое масло все-таки хорошего качества Вот на чем нельзя экономить, так это на оливковом масле Все-таки желательно подбирать подороже Вероятность того, что вы приобретете качественный продукт будет намного выше Омега-3 можно, в принципе, еще принимать в растительных фруктах, овощах Оно присутствует, например, авокадо Авокадо тоже будет полезно для печени Для печени еще различные виды капусты будут благоприятно сказываться Это и белокочанная капуста, капуста брокколи В брокколи, например, содержится и эндолкарпинол, который оказывает противокухолевый эффект Часто препараты с брокколи назначают у кого есть кисты, миомы различные Потому что брокколи зарекомендовал себя именно как препарат противоопухолевого действия Руккола, различные артишоки Это все будет очень полезно сказываться на нашей печени Из зелени петрушка и укроп благоприятно будут Чеснок и лук тоже есть исследования, которые показывают, что они способствуют снижению холестерина И способствуют очищению сосудов И при этом чеснок и лук обладают очень высокой противомикробной активностью А часто наша печень сталкивается и с микробными нагрузками Про одуванчик уже не раз я рассказывала в своих видео Кстати, вы можете посмотреть прошлое наше видео про одуванчик по ссылке, которую мы прикрепим Здесь, если говорить именно как одуванчик-продукт, вы можете использовать листья одуванчика Да, они будут жестче, чем, например, листья того же салата Но вы спокойно можете их добавлять как раз таки в салат Одуванчик обладает и желчевыводящей функцией Он будет улучшать желчий отток Противовоспалительными Он способствует нормализации уровня глюкозы в крови Он способствует снижению холестерина В принципе, одуванчик при многих заболеваниях применяется не только при печени Можно принимать не только листья, вы можете его использовать и в виде чая Тыква Тыква у нас тоже уникальный продукт, который, я знаю, многие не любят и не умеют готовить Вообще не понимают его Хотя она является полезной не только для печени У нее большие антипаразитарные свойства Но если говорить про печень, то она как раз таки помогает снижать уровень липидов в низкой плотности То есть того самого плохого холестерина, который им откладывается у нас на сосуды Ну и еще она борется с патогенной микрофлорой Какие еще продукты нужно употреблять? Это чай и кофе Наконец-то любители этих продуктов могут порадоваться Потому что обычно во всех видео мы говорим, что чайные танины, кофеин Они мешают усвоению полезных веществ Здесь же они помогают снижению отложения жира в печени Но медл тоже надо знать Это не значит, что теперь можно просто кофе пить беспрерывно Нет, но чашечка кофе в день Это будет благотворно сказываться на нашей печени Помимо продуктов, которые мы употребляем для здоровья печени Существуют еще фитонутриенты так называемые Один из главных фитонутриентов, который в целом очень хорошо помогает нашему организму Это куркумин По куркумину существует уже много исследований, что он оказывает сильно противовоспалительное действие Есть исследования, которые доказывают действие куркумина на здоровье именно печени Если говорить про печень, он улучшает кровоток У него есть такая способность, как он уменьшает снижение отложения жира в клетках печени Ослабляет повреждения печени Поэтому куркумин будет комплексно очищать сосуды от холестериновых пляшек А если учесть, что он оказывает противовоспалительное действие, улучшение кровотока И помогает восстанавливать клетки печени То мы тоже всем рекомендуем добавлять куркумин И здесь важно, кстати, еще напомнить, что мы говорим именно про куркумин, а не куркума Часто спрашивают и не понимают люди, в чем разница, только как в цене Но все не так просто Куркума – это корень, из которого добывают активное вещество куркумин В самой куркуме содержится лишь 1% активного вещества Да, она хороша в виде специи, она будет придавать приятный вкус вашим блюдам Но комплексного действия на организм она оказывать не будет Только если будет оказывать противомикробное действие в кишечнике Если же мы хотим и говорим про комплексное воздействие на организм То это все-таки куркумин Дальше будем разбирать продукты Я вам даже покажу, какие у нас виды куркумина есть Еще один фитонутриент Который еще называют лекарство от всех болезней, кроме смерти Я его очень люблю, в принципе, очень часто рекомендую Это масло черного тмина Масло черного тмина содержит в себе димахинон Это мощный антиоксидант Антиоксиданты помогают справиться с окислительным стрессом Он помогает улучшить желчий отток Снимает воспалительные процессы Я уже не говорю про то, что он тоже варится с патогенной микрофлорой Вирусы, бактерии, грибки Повышает иммунитет, оказывает противоопухолевое действие То есть масса черного тмина тоже просто уникальный продукт И его, кстати, назначают не только при жировом гепатозе Потому что он хорошо себя там зарекомендовал Но и даже в лечении различных гепатитов Что же еще полезно для нашей печени? Витамин D Есть исследования, которые показывают, что при недостатке витамина D Начинается отложение жира в печени Витамин D способствует нормализации уровня сахара в крови Он способствует профилактике ожирения И, в принципе, профилактике жировой болезни печени Магний Многие думают, что магний Это сердечно-сосудистая система И что-то про нервную систему На самом деле магний у нас участвует В более чем 300 химических реакциях организма Если говорить про печень Он участвует в обмене с желчными кислотами И при недостатке магния этот процесс нарушается Что тоже будет способствовать отражению жира в печени Но еще магний способствует нормализации уровня глюкозы Что тоже очень важно для нашей печени Как мы уже говорили, в принципе Инсулинорезистентность, сахарный теопед Заболевания поджелудочной железы Это все будет сказаться и на нашей печени И еще один главный витамин Который уже исследуют в течение 10 лет И исследуют именно на влияние здоровья печени Именно при лечении жирового гипотоза Это витамин Е Кстати, ссылку на исследование мы тоже прикрепим Вы можете ознакомиться с этим Потому что очень часто люди спрашивают и спорят с нами Хочется вам сказать, что мы с головы ничего не берем Мы все читаем, мы исследуем Мы находим научные подтверждения Чтобы уже простым языком донести это для вас Итак, витамин Е Он может оказывать противовоспалительное действие И является мощным антиоксидантом При этом витамин Е является жирорастворимым антиоксидантом То есть он будет способствовать растворению жира в клетках печени Еще, наверное, одно вещество, о котором мне бы хотелось упомянуть А точнее это важнейшая аминокислота Это таурин Это жизненно необходимая кислота в принципе для всего нашего организма Но она и важна и для печени Она улучшает желчий отток Улучшает состав клеток желчи Также является мощным антиоксидантом Снижает уровень холестерина И обладает дезинтоксикацирующим действием То есть тоже будет помогать печени И справляться с нагрузкой И выводить токсины и шлаки Помимо правильного питания Здорового образа жизни То есть спорт Обязательно надо внедрять в свою жизнь Что если тем более мы хотим похудеть Тем более если убрать жир из печени Это может быть хотя бы элементарная ходьба Эти все процедуры в комплексе Помогут сохранить вашу печень здоровой Либо снизить уровень жира Кстати есть легкий способ диагностики По выявлению жирового гипотоза Как я говорила до этого Там все-таки нужно полное обследование Но если вы встанете ровно И вы из-за своего живота Не увидите кончиков пальцев в стол То скорее всего у вас будет жирная печень При этом это не значит Что жирная печень только у людей с лишним весом Есть так называемый худой жир Жировой гипотоз может встречаться и у худых Однако здесь надо принимать комплекс мер Это сложно как я уже говорила Но все-таки возможно Длительно но возможно Поэтому мы сейчас поможем еще вам Разобраться в нашей линейке препаратов Которые будут хорошим дополнением Эти препараты растительные и безопасные При жировом гипотозе и как и питании Эти препараты должны приниматься очень длительно Но это все поможет восстановить вашу печень И сохранить ваше здоровье Препараты компании Витаукт Все они обладают желчегонным действием Это препарат гипотоз Он является новокомпонентным препаратом Артишок Здесь что хорошо Здесь добавлен лицетин Который положительно влияет на клетки печени И снижает уровень холестерина И лицетин Способствует проникновению полезных веществ Артишока как раз таки по назначению И здесь очень хорошая концентрация Артишока 2000 мг Расторопша Тоже обладает дезинтоксикацирующим действием Противовоспалительным И помогает восстановлению клеток печени И девятка желчегон Здесь содержится 9 трав Для улучшения пищеварения и желчегонного эффекта Про лопух хочется даже сказать отдельно Потому что помимо того, что он обладает желчегонным действием У него сильное противовоспалительное действие И его очень часто назначают при заболеваниях Связанных с кожей То есть это различные фурункулезы Лопух с этим очень хорошо справляется И оказывает противоопухолевое действие Еще раз скажу, что эти препараты Лучше не принимать совместно Их можно чередовать Так как при жировой гипотозе Курс лечения линтеля Там доходит до полугода и более Вы можете просто месяц пропить гипотроп Месяц пропить артишок Месяц пропить расторопшу Месяц девятку желчегон Лопух в принципе так как его нет Ни в одном из этих препаратов Вы можете добавлять В сочетании с этими препаратами И компоненты О которых я говорила тоже ранее Это куркумин У нас куркумин есть в двух формах Это порошковая Куркумин плюс Здесь будет куркумин в сочетании с соевым лецитином И пепперином Что способствует именно улучшению куркумина Куркумин у нас плохо усваивается организмом Поэтому нужны компоненты Которые будут его усвоению помогать Здесь очень хорошая дозировка Именно такой куркумин мы обычно рекомендуем при онкологии Потому что здесь большие прям дозировки Но в обычных случаях Мы тогда рекомендуем буквально принимать По чуть-чуть По пол чайной ложечки например Этого будет достаточно И здесь куркумин уже в готовой форме Это жидкая форма То есть здесь препарат будет в виде раствора Он здесь в липосомальной форме То есть липосома будет помогать молекуле куркумина Проходить именно по назначению В нашем случае в клетке печени Если говорить про магний Магний у нас тоже есть в наличии Это инцитратная форма магния И магнийцитрат с витаминами группы В Их тоже можно чередовать Месяц пить с магниями С витаминами группы В Потому что витамины группы В Очень важны для нашей печени И для организма И можно принимать просто магний В его обычной форме Если говорить про витамин Е То это у нас препарат селеновид Здесь лучистый витамин Е Здесь будет витамин С и селен И селен и витамин С тоже благотворно оказывают влияние на нашу печень Омега У нас есть в фасовке и 120 капсул и 60 капсул И витамин Д Есть еще здесь тоже представлен в жидкой форме в виде капель В десяти каплях пять тысяч единиц Это будет суточная дозировка взрослому человеку И есть у нас еще витамин Д в капсула Витамин Д очень хорошо сочетается Многие боятся, что он вызывает кальциноз сосуда Но если правильно принимать витамин Д А именно в сочетании с омегой и витамином Е и магнием То ваш кальций и излишки кальций будут проникать именно туда, куда им надо В кости, а не оседать в виде кальциноза на сосудах, которые так боитесь А витамин Д очень важный для организма Витамин его необходимо принимать Таурин важна именно кислота, о которой я тоже говорила Она у нас есть тоже в наличии И лецитин Препарат, который очень важен для нашей печени Его можно принимать длительными курсами Есть тоже исследования, которые показывают Благотворное воздействие лецитина на клетки печени И он способствует снижению уровня холестерина Если вы конечно принимаете порошковый куркумин То вам дополнительно принимать лецитин в жидкой форме Есть еще у нас тоже в порошковой Уже не стоит Все эти продукты, ссылки на них мы оставим внизу под этим видео Переходите по ссылкам Сделать заказ вы уже можете на официальном сайте Либо же позвонив по телефону Эти препараты далеко не все, которые мы сочетаем в лечении жирового гипотоза Мы обычно используем все-таки комплексные программы О них говорить можно долго Поэтому лучше все-таки звоните Мы вас проконсультируем И уже лично ответим на все ваши вопросы Надеюсь это видео было для вас полезно Не забудьте подписаться Поставить лайки Ставьте колокольчики Чтобы не пропустить наше новое видео Ну и конечно же пишите комментарии И мы с радостью на них отвечаем Ну а я на этом с вами прощаюсь До новых встреч и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok